Почти как в сарае, так о своем жилье отзываются жители дома 18А на улице Качевской. Обрушение крыши здесь происходило не меньше трех раз. Один из которых в 2009 году, по словам жителей, закончился трагедией, погибла женщина. Тогда пенсионерка не смогла выбраться вовремя из своей квартиры. В этот раз из-за обрушения пострадала только система отопления. У меня ребенок проснулся, пошел в туалет, говорит, мама, там потоп. Я говорю, где потоп? Он говорит, в туалете. Я пошла, у меня волосы дыбы, у меня шок, тут кипяток льется. Я говорю, ребенок, стоим, ждем. Принесла зонт, пошел ребенок в туалет. Я пошла к соседям, я говорю, что случилось? Говорит, в 2 часа ночи прорвало трубу отопления. Естественно, все это плево с наговора. В 2017 году мы делали уже сюжет об этом доме. И тогда жильцы жаловались на его состояние. С тех пор мало что изменилось. Полы проваливаются, потолок обрушается. В душевой только триллеры снимать. Состояние всех помещений оставляет желать лучшего. Туалет, естественно, ужасный. Душ вообще катастрофический. То есть вы видели в таком душе моем детей. Они боятся, говорит, мама, упадет. Один раз стали выходить, сзади нас свалился, естественно, камень. Это хорошо сзади упало, а есть бы на голову. Дом 18-я на улице Кочевской уже признан аварийным дважды. Первый раз в 1981 году. Тогда жильцов благополучно переселили в Дашково-Песочню. Потом некая организация выкопила дом, провела небольшой ремонт и перепродала людям квартиры. Повторно дом был признан аварийным в 2017 году. Снести его должны жильцы до 31 декабря этого года. Правда, куда потом, иметьте они не знают. В программу по переселению, по словам жильцов, дом еще не включен. Сейчас дом рушится. Я вот отсюда с четырьмя детьми уехала. Я сняла квартиру. Плачу за эту квартиру 15 тысяч. Мне это очень накладно, потому что четверо детей, их еще надо кормить и обувать, и одевать. В доме 37 комнат. Здесь живут и пенсионеры, и многодетные мамы с детьми. Мария на шестом месяце ждет четвертого ребенка. Она вдова. Переживает каждый день, не рухнет ли вновь потолок, не развалится ли дом окончательно. У нас признали дом аварийным. До конца 2020 года, в принципе, нас должны расселить. Но никаких гарантий, нам никто ничего. Как я ранее слышала, что мы вообще якобы в программу не попали и вряд ли попадем. И дальнейшая наша судьба, наших детей. То есть мы не уверены в завтрашнем дне, что мы вообще останемся живы в этом доме. По соседству с домом 18А на улице Качевской еще один дом, тоже постройки 1957 года. Жильцы также жалуются на плачевное состояние здания. Их дом 18 на улице Качевской также признан аварийным. В аварийном состоянии признали, как говорится, мы комиссию вызывали платную. Потом приезжала комиссия наша городская, а они сказали, что, значит, да, у вас в аварийном состоянии дом. Сказали, вроде, до 2023 года, но у нас программу так и не включили. Мы даже не знаем, когда это будет и когда нас включат в эту программу. В настоящее время мэрии готовы обеспечить жильцов маневренным фондом в случае обращения в управление энергетики и ЖКХ, а также при наличии оснований. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город»